В нашем городе много интересных зданий с богатой историей. Одно из них – дом купца Мазепы. В 2018 году при поддержке губернатора началась реконструкция этого памятника истории и архитектуры. Само здание уже отреставрировано. Сейчас идут работы по благоустройству двора, который сильно преобразится и станет экскурсионной площадкой для жителей и гостей города. Об истории дома его владельца Луке Ивановиче Мазепе, а также легендах, окружающих этот объект культурного наследия, нашей съемочной группе рассказал заместитель начальника управления культуры, кандидат исторических наук Дмитрий Решмет. История строительства дома купца Мазепы окружена мифами и легендами. По одной из версий, это был свадебный подарок будущей жене. Отец невесты долгое время не давал разрешения на неравный брак. Лука Иванович Мазепа тогда еще не был одним из богатейших жителей станицы Славинской. Только когда он стал купцом, свадьба состоялась. Также существует легенда, что жена Луки Ивановича любила рисовать. Позже, передавая дом советской власти, он попросил, чтобы здесь по возможности размещались учреждения культуры. Его пожелание исполнилось не сразу. В советские годы здесь находилась больница и зубоврачебный кабинет, горком партии, а после музыкальная школа. И только по прошествии практически века здесь разместилась художественная школа, воспитанники которой вернутся сюда после окончания реставрации. Мы вступили в программу развития культуры. По этой программе в течение 2018-2019-2020 годов выделено на условиях софинансирования почти 52 миллиона рублей. Нам за это время удалось восстановить, полностью отреставрировать и капитально отремонтировать основное здание школы, пристройку к зданию школы. И в этом году ведутся работы по реконструкции двух литер, которые находятся у нас во дворе школы. Это бывшая скульптурная мастерская, бывшая котельная. После окончания реконструкции в одном из зданий будет размещаться также скульптурная мастерская, во втором здании будет размещаться мастерская декоративно-прикладного творчества. На сегодняшний день детская художественная школа принимает порядка 270 учеников. Открытие школы в старом здании позволит увеличить контингент участия до 400 человек. Соответственно, мы не только получаем практически новое здание, капитально отремонтированное, мы получаем замечательную материальную базу. Благодаря главе района Романа Анатольевичу Сенеговскому принято решение оснастить школу уже по последнему слову, полностью новой мебелью, новыми учебными пособиями. Все-все-все по последним нормам и требованиям. Дом купца Мазепы был построен в 1913 году. Для того времени архитектура здания была необычна. В крае сохранилось всего три подобных исторических объекта. Это Краснодарская гостиница «Централь», Доходный дом купцов Мяснянкиных в Армавире и Славянский дом купца Мазепы. Существует версия, что автором проекта выступил известный в то время архитектор Александр Козлов. И с этим легко согласиться. Если посмотреть на гостиницу «Центральную» и дом купца Мазепы, сходство видно невооруженным взглядом. Для того, чтобы восстановить первоначальный вид здания, реставраторам пришлось немало потрудиться. Реставрацией занимались специалисты очень высокого уровня. Это у памятника Кубани, наши краснодарские. И наверняка все уже жители города и района обратили на оригинальный цвет здания, такой фисташковый. Этот цвет не случайен. При реставрации были обнаружены участки внешней штукатурки, которые были покрашены именно такой краской, таким цветом. Поэтому тоже реставраторам было принято решение цвет сохранить, вернуть первоначальный. То есть на сегодняшний день практически 99,9% мы смотрим с вами на то здание, которое было изначально. В здании есть очень интересные изразцовые печи. Это печи начала 20 века. Они произведены, сама плитка изразцовая произведена в Витебске. Это достаточно был большой завод, большое предприятие, которое снабжало изразцовой плиткой практически всю Россию. Не каждый мог позволить себе дома иметь изразцовые печи. Поэтому тут, конечно, Лука Иванович постарался не только внешне здание украсить, но и внутренне. И функциональные, конечно, они были, и очень достойно и красиво выглядели. И сегодня администрация района как раз занимается этим вопросом. Вопросом восстановления первоначального вида изразцовых печей. Тоже вопрос сложный, вопрос дорогостоящий. Не связан и с изготовлением проектно-сметно. Но уже проектно-сметная документация изготовлена, экспертиза уже проведена, уже получено положительное заключение. Но, как вы понимаете, сам процесс восстановления этих печей тоже такой трудоемкий, хоть и интересный, но, конечно, сложный. Поэтому сегодня этот вопрос решается. И я надеюсь, что в скором будущем последние элементы старого здания изразцовой печи будут восстановлены. После завершения реконструкции дом купца Мазепы станет большой многофункциональной творческой площадкой, где будут заниматься дети, проводиться выставки и экскурсии. В наши новые мастерские будет приобретено современное оборудование. Если мы говорим о скульптурной мастерской, то это будут и гончарные круги, это будет и муфинная печь для обжига. В мастерской ДПИ у нас будут установлены ткацкие станки, поэтому детки смогут обучаться и азам сложного народного искусства. Большое внимание уделено благоустройству внутреннего двора. То есть мы говорим не только о восстановлении двух мастерских реконструкций, но и о благоустройстве в стиле начала XX века. Мы хотим отобразить, показать двор, обстановку, в которой жил купец тогда, когда он переехал именно в свой новопостроенный дом. Планируется обустройство небольшого уголка. Все секреты раскрывать не буду, но надеюсь, что будет очень интересно. Будут представлены панорамы станицы Славянской начала XX века. Будут восстановлены элементы торговой лавки купца Мазепы. Все это будет обыграно очень интересно. Понятно, что с применением современных материалов, но это будет, надеемся, очень интересно и для туристов, и очень познавательно для детей. По завершении работ школа станет объектом турпоказа. Уже готова интересная экскурсионная программа. Кроме этого, двор распланирован таким образом, чтобы юные художники могли выходить сюда на пленеры. Остается только дождаться окончания строительства, чтобы окунуться в этот необыкновенный мир творчества и прикоснуться к истории жизни нашего земляка Луки Ивановича Мазепы, оставившего своим потомкам такой красивый подарок. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова